Игорек, спасибо тебе огромное. А где же фонтан? А нет фонтана, друзья. Кто же здесь похоронен? Действительно герои похоронены. Вот комсомольская 55. Пойдем сюда. А сейчас он выглядит вот так вот. Там нет нашего города 100%. Спасибо, мой оператор. Привет, друзья. Ну вот вы и дождались вторую часть. Фильмов, которые снимались в Днепропетровске во время Советского Союза. Первую часть вы уже просмотрели. Откликов положительных очень много. Спасибо вам за то, что вы оценили, скажем так, мои старания, мои усилия. Вот. А сейчас мы переходим ко второй части. И начинаем мы ее со школы номер 248. Не знаете, где такая? Правильно. Такой школы не было в городе Днепропетровске. И когда, ну такое маленькое отступление, в фейсбуке я написал, чтобы наши местные сказали, а где же находится школа 248? И только Игорь Рувинский. Спасибо тебе, Игорь. Молодец. Написал, что это школа номер 35, которую вы наблюдаете за моей спиной. Именно в этой школе и снимался фильм, который я вам сейчас представлю. Мы переходим с вами в 1983 год. Этот год оказался урожайным. Снялось аж три фильма в нашем городе. И первый из них «Утро без отметок». Школа номер 35. Обратите внимание, сейчас есть крылечко. Но в фильме вы увидите еще пристроенную такую, ну как бы трибунку маленькую. Ее сейчас нет. И вот ту елочку, обратите, видите за мной? Вот та елочка. Она будет, эта елочка будет на кадре совсем еще маленькой. Не выше первого этажа. А сейчас, видите, она выросла уже выше крыши, как говорится. Ну, давайте же с вами посмотрим, что нам кинооператор показал в этом фильме. В основном все съемки проходили внутри школы, потому видов города не так много. Попал проспект Героев немного. И вот школа. Давайте смотрим. Вечерняя школа. Ну, в смысле, в темное время. Суток вы видите сейчас. Общий план школы. Торопятся. Вероятно, я плохо этот фильм помню. По-моему, это, наверное, первый звонок. В смысле, первое сентября, наверное. Торопятся, торопятся в школу. Это проспект Героев. Вот такое небольшое видео по проспекту Героев. И опять школа. Обратите внимание, елочка вон маленькая, видите? А сейчас какая она большая. И вот это вот крылечко, его нет. А три ступенечки, так они остались. Видите, люди сбегают. Ну, и зрители, родители встречают детей после первого звонка, я так думаю. После первого урока. Ну, вот такие вот замечательные кадры. У нас сняты. Утро. Без отметок. На этом все. А мы переходим с вами к следующему. К другу. К Вите. А друг он, индейцев, апачей. Который был тоже снят в 83-м году. В нашем городе. Идемте. Витя Глушаков, друг апачей. Этот фильм тоже был снят в 1983-м году. Как вы думаете, что за моей спиной? Никогда не догадаетесь. А это, оказывается, наш старый цирк. Смотрите сюжет. Вот они подъехали к старому цирку. А вышли на метеоре. Вот они. Полюбуйтесь. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, на них забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнаете вы, маэстро. Вот такая вот магия кино. Идемте дальше. Следующий сюжет, который я представлю вашему вниманию, снимался на центральном проспекте Карла Маркса. Ныне Яворницкого. Сразу хочу пояснить, чтобы немножко вас не вести в заблуждение. Вы увидите герой фильма, Витя Глушаков, со своим взрослым другом. Идут сначала, они идут по тротуару, под домом. А потом камера как бы прыгает и перескакивает на центральную аллейку. Дальше, когда он спросит, а в экспериментальном доме живешь, и покажут этот дом, за домом вы увидите купола Троицкой церкви. То есть, это уже опять же магия кино, монтаж. Это уже снято совсем не здесь, не на этой аллейке. А этот сюжет снят на этой аллейке. Вы увидите, вот в том магазине, ой, в том доме была синяя птица, кинотеатр Украина. В этом доме вы увидите часть лотоса. Ну, давайте посмотрим, как это все попало в кинокамеру. Смотрим. Видите, дом снят не отсюда. Видите, сейчас чуть лотоса попадет в кадр. Часть вот того дома, вон стена. Ну, она сейчас разрисованная. Видите, как раньше было. Можно было рублем заплатить за свет, за телефон и за газ. Ну, вот такой вот фильм. Переходим к следующему фильму. Дублер начинает действовать. Этот фильм сняли в 1983 году. Натурные съемки проходили в нашем городе, в Днепропетровске. На жилмассиве Победа. На радиозаводе, который справа от меня. И виден старый мост за моей спиной. И сейчас, смотрите, вот я показываю старый мост. Люди идут на работу. Это радиозавод. Ну, а сейчас он выглядит вот так вот. Проходная радиозавода, которую вы точно узнали на том видео, небольшом ролике. Кусочки, которые я вам ставил. Ну, вот так вот. Переходим к следующему фильму. Букет мимоз и другие цветы. Фильм снят в 1984 году. Съемки проходили на проспекте Карла Маркса и ныне Яворницкого, и на железнодорожном вокзале. Вы только что видели, как выглядели табло в 1984 году и как вокзал выглядит сейчас. Давайте посмотрим. Вот вы видите табло на девушку, которая стоит в центре вокзала. Камера смотрит на Нивел. Она идет на камеру сейчас. Выходит на перрон. На этом сюжет заканчивается. Ну, вы видите, как вокзал выглядит сейчас. Переходим к ЦУМу. Ну что, друзья, продолжаем. Сюжеты. Букет мимоз и другие цветы. Сейчас я стою возле ЦУМа. Вот так вы видите, за моей спиной вдалеке пассаж. А когда-то там был готель центральный. И такая вывеска на ней еще была. Готель. Давайте посмотрим, как это выглядело. На съемках. Вот вы видите, за моей спиной там стоял между готелем и спортлоток. И у вас, видите, виднеется он вдалеке. А это уже пошел сюжет, но я не стал туда ехать. Это проспект Карла Маркса и первый перекресток, который в гору идет. Ну, местные сориентируются. Видите, это первый перекресточек. А внизу это уже пошла пологая часть нашего центрального проспекта. Ну, я туда не стал ехать. Вот такие вот замечательные сюжеты. Букет мимоз и другие цветы. А мы с вами переходим к следующему фильму. Не переключайтесь. Выйти замуж за капитана. Классный советский фильм. Все вы наверняка его видели. Фильм производства 1985 года. Тоже снимался в городе Днепропетровске. Но на экранах зрители его увидели в июле 1986 года. В этом фильме хорошо узнается наша озерка, маяк, центральные части города. Ну, а с вами мы начнем с озерки. Смотрите сюжет. А в этом эпизоде я вам представлю фрагмент, который снимался возле маяка. Маяк вы видите за моей спиной. Он сейчас, конечно, в разрухе, в занепаде. Ну, года, года, года времена. Давайте с вами перейдем на то место, на котором была установлена операторская камера в 1985 году. Идемте. Ну вот, друзья, я стою на том же месте, а мой оператор стоит на той же локации, где стоял в 1985 году операторская камера. А помог определить мне это место, именно ту локацию, Игорь Рувинский. Спасибо ему огромное. Дело в том, что очень тяжело мне было определиться. Я бы никогда, я бы шел три раза вокруг перед тем, и не смог найти это место, потому что сюда машины уже не заезжают. Обратите внимание, это бывшая танцплощадка. Вот смотрите. И она как бы глухая, понимаете, стена. А машина как бы подъезжает отсюда, вот к этому, вот она едет к этому парапету. Понимаете? И я никак не мог определиться, никак, где же это место. Игорек, спасибо тебе огромное. Вы видите, за моей спиной маяк. Смотрите, обратите внимание, это я вам заранее рассказываю, что вы видите в сюжете. Видите, вон на той стеночке, вот таких вот четыре пары отверстий набито, там где был приколочен буквы МАЯК. Ну, а теперь давайте же посмотрим, как сняла операторская камера. Все это. Подъехала машина. Вот этот парапетик. Правда, вот этого забора здесь не было. Вот этот вот парапетик. Вы видите, правда, уже облущенный, такой обваленный. Вышли из машины герои фильма и пошли вот в этот проход именно вниз к центральному входу. Вот туда. То есть точно я вам показал место и локацию, где стояла операторская камера. А сейчас, друзья, мы с вами едем к ЦУМу. Поехали. Ну вот мы, друзья, с вами приехали к ЦУМу. А вы удивитесь, а где же фонтан? А нет фонтана, друзья. Место фонтана, который служил натуральным кондиционером. Вокруг на фонтанчик садилась масса людей. Поверьте мне, даже не было там места свободного. Сейчас вы это увидите на сюжете, который я вам дам. Как вы поняли, выйти замуж за капитана. Итак, давайте посмотрим, где же он снимался. Ну вот вам, друзья, и фонтан. Узнаете, да, героя, который сел у фонтанчик? И смотрите по кругу фонтана. Совсем нет пустых мест даже. Все занято. За моей спиной вы видите наш ЦУМ. Лиши женщину куска хлеба. Женщина возмущается, что девушка курит. Сейчас вы увидите на дальнем плане гостиница Украина. Сейчас они встанут, будут уходить. Видите, какой фонтанчик у нас классный был. Правда классный? А сейчас вот это никому не нужная карусель. И к тому же платная и частная. Вот вы видите гостиница Украина вдалеке. Здание Минчер-Мета. И автобус и карус номер 29. Не помню, куда он ходил, к сожалению. Помню центр, а вот конечную остановочку, куда он ходил, не помню. А вот так это выглядит сейчас. Гостиница Украина. Ну вот если оператор чуть возьмет, вон вдалеке видна гостиница Украина. Ну что, а мы с вами переходим к следующему фильму. А следующий фильм, друзья, «Верую в любовь», который был снят в 1986 году. Я нахожусь на этом месте, где оператор снимал этот фильм. Мы с вами продвигаемся к мемориальному комплексу. Вот по этой дорожке проходила процессия. И вот как сейчас выглядит этот мемориальный комплекс. Давайте, друзья, посмотрим, как это выглядело и как это оператор снял в фильме «Верую в любовь». Кстати, «Верую в любовь» это своеобразное продолжение фильма «Парень из нашего города», который был снят в 1942 году. Давайте посмотрим. Хорошо узнается мемориальный комплекс на Воронцовке. Субтитры создавал DimaTorzok Память войны «Это память сердца». Замечательные кадры на мемориальном комплексе. Кстати, вы можете пройти по ссылочке плейлист «Памятники». Там есть полный обзор на мемориальный комплекс и вы узнаете, кто же здесь похоронен. Действительно, герои похоронены. Также в фильме узнается улица Комсомольская, на которой и будет следующий сюжет. Поехали на Комсомольскую. Ну вот мы, друзья, приехали на улицу Комсомольскую. Ранее, ныне это Староказацка. Вы видите, она, конечно же, сильно преобразилась. Вот посмотрите сюжет, как она выглядела раньше. Постарайся сохранять спокойствие. Вот такая красота. Вот так вот. Вот здесь, друзья, была прибита табличка Комсомольская 55. Давайте посмотрим сюжет. Вот герои идут. Кстати, в фильме, видите, тоже называлась Комсомольская 55. И заходим во двор. Вот Комсомольская 55. Пойдем сюда. А вдруг она не получила нашу телеграмму, а? Дом, это тот. Вы увидели, как он выглядит. Я сейчас стою на том же месте, где стояла операторская камера в 1986 году. Напомню, сейчас 2018. Именно с этого места снимались эти виды, которые вы сейчас наблюдаете. Это вид на Комсомольский остров, ныне Монастырьский остров. Вот. Вы видите за спиной наблюдаете Тараса Григорьевича Шевченко, пешеходный мостик, Днепр. Жил массив солнечный, хорошо угадывается. То есть, именно здесь, на парапетик, ресторана «Маяк». Выдаю секрет, я сейчас залез и снимаю этот вид, вот твой билет, который вы наблюдаете за 1986 году за моей спиной. Что сейчас? А как же институт? Ну, переведешься на заочный. Володя, а я буду писать тебе часто-часто, каждый день. А я не хочу переписываться. Я хочу видеть тебя каждую минуту. Каждый день, всегда. Володя, понимаешь? А сейчас он выглядит вот так вот. Видите? Итак, друзья, после «Верую в любовь» я нашел в интернете информацию, нам не дано предугадать. фильм 1986 года, якобы снятый в городе Днепропетровск. Что я нашел информацию в интернете? Значит, прокат вышло несколько фильмов с таким же названием, и этот фильм безнадежно затерялся среди них. Как результат, многим зрителям ничего неизвестного о его существовании. В кадр попали исторический музей, парк Чкаловый, комсомольский остров. В общем, я вам скажу так, тот фильм, который я нашел, нам не дано предугадать. Это короткометражка на 22 минуты. Я его просмотрел три раза. Друзья, я вам скажу, там нет нашего города сто процентов. Там нет никаких этих видов, которые описаны, вот я нашел в интернете. Потому, ничего сказать не могу, это какая-то ошибка. Нет там ни парка Чкалова, ни исторического музея, вообще там нет нашего города. Так что, я не знаю, какой еще фильм есть, нам не дано предугадать, но тот, который плавает в интернете, а других я просто не нашел. Это не о нашем городе. А мы с вами, значит, переходим дальше к последнему фильму, который снимался в нашем городе. Это санитарная зона. Идемте в санитарную зону. Итак, друзья, завершает наш марафон по фильмам Советского Союза, которые, вернее, были сняты во время Советского Союза в городе нашем. Это санитарная зона. Фильм 1990 года режиссера Альперина. Сейчас он проживает в США. Все сцены были сняты на улочках, аллейках нашего города, но главные комедийные действия развернулись на нашем вокзале, который вы видите сейчас за моей спиной. Вот. Давайте, что же снял режиссер? Вы видите вокзал таким обширным планом. Машина поливальная. Милиционер подходит к чудочку, забирает его и камера плавно едет вот сюда. За моей спиной вы видите суточные кассы. Кстати, вот этого забора, который сейчас, скорее всего, его для съемок поставили, его не было здесь. И вы видите это здесь, этого универмага, который виден за моей спиной, тоже не было. То есть, здесь было просто пустое место. Вот такая вот комедия. Ну, я вам скажу от себя, комедия, как по мне, туповатая и особого внимания не заслуживает. Так что, этот фильм я не буду вам рекомендовать. На этом все. Нет, не все. Друзья, я совсем чуть не забыл вам сказать и показать того человека, без которого невозможен же был этот проект. Мой любимый оператор, который следовал везде, со мной, по городу, снимал камеру и для вас. Оператор, иди сюда. Иди сюда. Вот мой любимый оператор, друзья, который старался для вас. Заскромничала, заскромничала, старалась. Вот так вот мы с ней и снимали фильмы, которые снимались в советское время в нашем городе. Именно этот оператор стоял на том месте, где стояли операторы в далекие 50-е, 60-е и так от 57-го по 90-й год от высоты до санитарной зоны. Спасибо, мой оператор. Моя красотулька. Вот теперь пока, друзья. Пока. Пока. Если вам понравилось, конечно же, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Виталий Пескун и канал Vitalway. Пока, друзья. Спасибо за внимание.